В эру, когда древняя мудрость уже давно позабыта, когда практики превратились в ритуалы, когда игры превратились в войны, а к войнам стали относиться как к игре, в тихой деревушке Южной Индии жил маленький мальчик, которого часто заставали состояние глубокой медитации. Его звали Рави Шанкар, и он говорил, что моя семья повсюду, люди ждут меня. В нежном возрасте четырех лет он удивлял своих учителей цитированием Бхагавадгиты. Получив образование в области ведической литературы и физики и проявив глубокое познание духовного мира, он стал одним из самых выдающихся святых современностей. Всю свою жизнь он занимается возрождением древних ведических знаний, создаёт методы и техники, которые помогают миллионам людей по всему миру, делая их жизнь более глубокой и радостной. В 1981 году гуру Дев Шри Шри Рави Шанкар основал Организацию Искусства Жизни. Благодаря его заботе и вкладу, Организация представлена уже в 156 странах мира, охватив более чем 450 миллионов человек. Вы согласны, что возрастает количество людей, которые всё больше и больше стремятся обрести внутренний покой? Да, это так. Одним из самых уникальных подарков гуру Дева миру является Сударшин Крия – мощная дыхательная техника, способствующая ментальному, физическому, эмоциональному и социальному благополучию. Он разработал 57 эксклюзивных курсов, которые помогают развивать возможности как индивидуумов, так и целого спектра общественных институтов. Благотворительные проекты Искусства Жизни когда-то начались с того, что гуру Дев взял на себя ответственность за возрождение школы, которую должны были закрыть из-за отсутствия финансирования. Это намерение сегодня воплотилось в более 700 бесплатных школ, обеспечивающих образованием и питанием более 80 тысяч детей в сельских районах Индии. Разрешение конфликтов С самого детства у гуру Дева была огромная вера в принцип ненасилия. В то время как по всему земному шару нарастает насилие и разворачиваются конфликты, гуру Дев приносит мирное разрешение ситуаций, в которых военные методы казались единственными. Тысячи боевиков и повстанцев в северо-восточной и других частях Индии сложили оружие, сделав свой выбор в пользу медитации. Благодаря гуру Деву моя жизнь полностью изменилась. Мы осознали, что оружием мы не добьемся независимости нашего сообщества. Его миротворческие усилия положили конец 52-летнему ожесточенному конфликту между боевиками ФАРК и правительством Колумбии. Мы, колумбийцы, надеемся, что вскоре сможем принять принцип ненасилия Ганди. Мы согласны с мастером Шанкаром. Гуру Дев несколько раз посещал Ирак и выступал на конференциях, посвященных мирным процессам, с просьбой объявить для страны и ее народа временный мораторий на военные действия. Он организовал серию переговоров по восстановлению доверия в Джамму и Кашмире, дав возможность всем сторонам высказать свое мнение ради восстановления мира в долине. Раньше меня звали Мухаммадом, но когда я стал боевиком, меня назвали Халидом. Нас в числе других молодых людей обучали владению оружием. Но теперь, пройдя курс искусства жизни и встретившись Шри-Шри, мы поняли, что тогда выбрали неправильный путь. Сейчас мы хотим распространять любовь и идеи ненасилия в Кашмире. Эти программы повлияли на участников вооруженных конфликтов по всей планете, что делает Гуру Дева международным послом мира. Мы собрались здесь по прекрасному поводу, проявлению терпимости, благословленные нашим мастером любви. Программа для заключенных Гуру Дев глубоко убежден, что внутри каждого преступника кроется жертва, вызывающая о помощи. Специальная программа искусства жизни для реабилитации заключенных помогла уже более 800 тысячам заключенных по всему миру и значительно изменив их жизнь. Я на самом деле искал поводов подраться. Но теперь, после прохождения этого курса, я стал совершенно другим человеком. Я теперь могу избежать драки. Я не думаю, что есть абсолютно плохие люди. Если человек таков, то это только его понимание, поведение или поступки. В нем обязательно есть и хорошая сторона. И я вижу только ее. Проект искусства жизни под названием «Взвод. Добро пожаловать домой». Программа по возвращению военных в мирной жизни помогает ветеранам военных действий преодолевать агрессию и депрессию. 94% ветеранов, страдающих от невидимых глаз в боевых травм, после прохождения курса сообщают о спокойствии ума, уменьшении уровня стресса и тревожности. Эта программа, как ничто другое, помогла мне вернуть себя обратно. Она придала ценность моей жизни. Я получил качество жизни, которого у меня давно не было. Экология. Организация «Искусство жизни» также заботится об окружающей среде. Восстановлены более 40 рек и тысячи водоемов в Индии. Положение нашего хозяйства значительно улучшилось. Последние 2-3 года здесь вообще не было воды в реке и дождей. А теперь воды много и фермеры очень счастливы. В штате Махараштра в рамках программы восстановления водоемов под руководством Гуру Дева Организация «Искусство жизни» проделала феноменальную работу. Я искренне рад поблагодарить Гуру Дева за эту работу. Проведено более 100 тысяч мероприятий по очистке территорий. Посажено более 81 миллиона деревьев в 36 странах. Более 3 миллионов 200 тысяч фермеров начали применять органическое земледелие. Программа Гуру Дева по развитию деревень расширяет возможности жителей сельских районов Индии. Силами волонтеров более тысячи деревень по всей Индии стали образцовыми. Более 800 тысяч хозяйств было обеспечено солнечной энергией в рамках программы «Зажги свет в доме». Преодоление посттравматических последствий. Обширная волонтерская сеть Гуру Дева хорошо известна по всему миру своей способностью эффективно мобилизоваться для помощи жертвам стихийных бедствий. В мире, разрываемом религиозными, социальными, национальными и культурными различиями, видение Гуру Дева состоит в том, чтобы воспринимать весь мир как единую семью. Он послужил вдохновением для событий, вошедших в Книгу рекордов Гиннесса, например, фестиваль мировых культур, собрал вместе более чем 3 миллиона 750 тысяч человек из 155 стран мира. Захватывающее зрелище проводилось на потрясающей воображении сцене, площадью около 3 гектаров. Это около 6 футбольных полей. 36 602 танцора и музыканта со всего мира праздновали разнообразие всех вероисповеданий и культур. Это историческое событие искусства жизни поставило несколько рекордов Гиннесса. Если бы у нас был ум ученого и духовная сила, которую дает его святейшество Шри Шри Равишанкар, мы жили бы в прекрасном, счастливом и процветающем мире. Он организовал такое событие, о котором никакой политик в мире не может мечтать. На протяжении 25 лет Организация Искусства Жизни проводит программы по всему земному шару, содействуя миру, противодействуя насилию и наркотической зависимости, расширяя возможности нашей молодежи. У Организации Искусства Жизни невероятное, просто невероятное число последователей, которые переступают через религиозные, культурные и социальные различия, что очень и очень непросто в современном мире. Гуру Дев удостоен множества правительственных наград во всем мире, включая высшие гражданские награды Колумбии, Монголии и Парагвая, и награду Падма Вибушан, одну из наивысших наград в Индии. 17 университетов присвоили ему почетное звание доктора наук. Он объединяет людей своим универсальным и простым посланием о том, что любовь и мудрость могут победить ненависть и страдания. Своё предназначение открывают для себя миллионы людей, пришедших к Гуру Деву с целью самопознания. Духовность всегда мне казалась важной, а сегодня, я думаю, она стала ещё важнее, поскольку она приводит к глубокой связи с самим собой. Гуру Дев привносит глубочайшие изменения во всех сферах человеческой деятельности. Его видение для всего мира — это улыбка на лице каждого человека, и мир без стресса и насилия. Голос мира, голос истины должен звучать громко и чётко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова